Дорогие братья и сестры, скажем славу нашему Господу. Только по великой милости нашего Бога мы все пришли на это место. И мы пришли, чтобы склонить колени, прославить нашего Господа. И Бог ждет от нас этой славы. И мы настолько радуемся сердцем моим, никогда мы бы и не знали друг друга, и, наверное, и не были на этом месте, и были бы вообще еще в живых, потому что с теми ребятами, которыми я в школе учился, у нас было 29 человек, ну, наверное, двое или трое осталось, а все уже ушли. Ну, а Бог дает жизнь и здоровье, и мы можем славить имя Божье, благодарить Его, величать Его святое имя. И, знаете, жизнь так проходит быстро. Смотришь, и уже нас щелкало, уже 70, уже пошло дальше. Но благодарю Бога, что эти года мог прославить Господа, мог быть с народом Божьим, мог быть с молитвенниками. И хочу таких пару свидетельств рассказать. Когда распался Советский Союз, в нашем городе, в Бельцах, приехали братья с Швейцарии и Швеции, и они как принесли нам такой вид служения, гедеоновые братья. Первый офис был в Бельцах. И мы с братом, ну, там, с разных церквей, сувотники, пьесятники, баптисты, мы так объединились, они нам рассказали, как это для нас это было все, знаете, настолько чудно. Еще не все братья из тюрьмы вышли за Слово Божие, а тут мы можем свободно проповедовать Евангелие. Это настолько переполнено нас радостью, как куда-то везде есть разрешение от правительства, школы, тюрьмы, лагеря открыты. Только дали специальные такие бумаги, и мы как стали членами гедеоновых братьев. И помню, венецкие братья услышали, а в Венеции есть там возле автовокзала тюрьма строгого режима, там очень опасные преступники, там где-то примерно до 30 лет сидят в тюрьме. И вот они решили попросить поговорить с начальником тюрьмы, чтобы разрешил он войти туда и рассказать людям этим о Боге. начальник тюрьмы так просмехнулся, говорит, кому там говорить? Их надо всех повыводить, пострелять и забыть за них. За ними по 6-7 убийств, а то криминалы, а то ужасные люди. Ну они так молились, и все же таки раз за раз приходили, и все-таки напоминали. Ну разрешите нам. Он говорит, они вас и 5 минут слушать не будут. Это преступный мир. Ну они вновь как бы, ну разрешите, ну попробуем. Ну хорошо, посмотрим, как, что из этого выйдет. И дал разрешение, мы приехали с Молдавии, с Бельц. Да, и когда нас стали уводить туда, там, наверное, 17 дверей. Одни открываются, другие закрываются, и так мы заходим. Заходим, у нас была группа, ну там были гедеонные братья, братья, кто говорил Слово Божие, и мы как раздавали Слово Божие, были и сестры, потому что была певчая группа. Когда мы зашли, зал, наверное, в два раза больше, чем этот, и полный, забитый этими людьми, мы на сцене, и как глянул, аж трепетало сердце, такая тяжесть, такая, и сами лица такие, просто, Господи, помоги. Ну мы все молились внутренне. И началось это служение, пение. Ну настолько их лица, вот таких их лиц, знаете, мороз шел по, это для нас тоже новое, мы не были в таком обществе. И стали рассказывать, петь, они стали слушать внимательно, и потом мой брат, он стих о маме рассказал. Смотрю, люди разных возрастов, просто все-таки лица такие у них, ну, знаете, нельзя вам передать. А слезы идут, плачут люди, тишина такая. Ну, охрана, потому что боялись, он поставил охрану, потому что и женщины, ну, и сестры были, чтобы какое-то нападение не было. Два часа они прослушали Слово Божие, и потом мы пошли по рядам и раздавать им Евангелие, и все тянулись за Евангелем, чтобы получить Евангелие. И когда все закончилось, все мирно, все хорошо, начальник тюрьмы говорит, что вы за люди, откуда вы, откуда вы взялись? Говорит, это такого еще история, мир не знает, чтобы два часа эти люди слушали, что слышно было, как муха летит. Вы приходите все ко мне, я вас всех на работу беру. Откуда вы? Что вы за люди? Вот такое делает Бог. Да, много было интересно, спрашивали, мы как-то уже тоже увидели, как они расслабились, много вопросов задавали. Кто-то сожалевал, что там попал. Кто-то, ну, интересная такая была встреча. Но это нам так пришлось пережить, и мы благодарим Бога, что смогли рассказывать людям о живом Боге. А потом второй такой был момент, это в Сороках, там тоже очень строгая, строгого режима тюрьма. И наши братья туда, когда уже пошла больше свобода, попросили, чтобы одну комнату дали им, кто хочет слушать, только желающие, те, которые хотели бы слушать Слово Божие. Ну, начальник тюрьмы дал указание, отделили одну комнату, и братья туда приносили печенье какие-то, ну, что-то там, может, с одеждой им, нижнее белье. И кто хотел, стало приходить их больше и больше. И они пели, рассказывали, много вопросов задавали, такая, как вольная, такая беседа, слушали Слово Божие. И преступники стали каяться. И покаялся один, тоже опасный преступник, судимостью был, срок его 30 лет. Покаялся, и стали каждую среду приходить братья, и их больше стало, потому что, ну, такой человек покаялся, они между собою, и он уже стал другим говорить. Ну, и они видят, что он поменялся, и его речь, и отношения. Ну, много вопросов у него было, как, потому что человек совершенно не знавший Бога, преступник. И об этом жена приехала на свидание, она не узнала мужа своего. Ну, и он стал ей рассказывать, вот так, так. Она глубоко православная. Она приехала в деревню и говорит батюшке, что муж покаялся. Куда? А кто? Ну, верующие штунды. О, его спасать надо. Это очень плохо. Ну, и каким-то путем он, этот батюшка, он был такой авторитетный там, он узнал, что как все-таки его можно бы чем, чтобы этого штунду перевести на православный лад. Ну, он узнал, что, чтобы выкупить этого преступника, у него еще 27 лет осталось, три года отсидел. Значит, по законам Молдавии, если платишь в кассу государства 11 тысяч долларов, то можешь выкупить его, взять домой. Ну, он договорился с бизнесменами, как, кто, что. Ну, короче, у него еще этих денег не было, но он уже договорился, что если, что его можно выкупить. И он пришли с женой, батюшка приехал. Ну, пообщались с ним, на свидание, поговорили, и он стал его ну, как бы переубеждать. И он говорит, что мы тебя можем домой забрать. Он говорит, как, ну, если ты отречешься от этой религии штунду. А он так посмотрел, и что вы хотите? Ну, отречешься, и мы можем тебя выкупить. Он говорит, что? Чтобы я Иисуса менял, ну, я пойду, буду сидеть дальше, но я уже не буду менять, я познал Иисуса, я получил радость, получил прощение. Вот такие Бог делает чудеса. Да, братья и сестры, Бог наш великий. Много Бог дал вот через эту свободу, которую, потому что, когда было трудное время, братья сидели в тюрьмах за Слово Божие. Нельзя было поступать в колледжи, в институты, если даже кто-то, как-то получалось, что он проходил до госэкзаменов, предлагали или Бог, или диплом. Ну, кто верил Богу, кто любил Бога, конечно, те, то, что они проучились в то время, они уходили, говорят, нет, мы Иисуса не будем менять на диплом. Дорогие братья и сестры, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И тогда Бог говорил, что придет свобода, будете на улицах, площадях, проповедовать, свободно говорить. И много людей примут Господа. И я благодарю Бога, что Бог дал нам, когда в школу ходил, помню, и штундой обзывали, и разными этими учителя занижали оценки, как ребенок приходил домой, жаловался мать, вот так, а мать говорила, за Господа надо идти вперед. И так Бог явил такую милость нам, дал нам прекрасное время, мы, наши, наши года, Бог, не было ни войны, ни голода, Бог благословил, хотя было трудное время для наших, дед мой, он сидел в тюрьме очень много, кто 7 лет, кто 25 лет за веру в Бога, и вызывали, говорили, откажись от Бога, иди домой. Но люди настолько были крепкие в вере, нет, говорят, мы будем, отсидим, но мы от Бога не откажемся. Братья и сестры, и Бог в наше время дал эту свободу, и Бог хочет, чтобы мы, служа Ему, бодрствовали, молились, ибо Дух Святой сегодня говорит обратно, что впереди, свобода заканчивается, впереди трудное время грядет, насколько нам надо обогащаться этой силой от Господа, чтобы когда придет то время трудное, мы и дети наши, и внуки наши, чтобы они оказались верными, чтобы они шли за Господом, как шли наши деды. И Бог нам подарил это время, и нам надо ценить, ценить этим временем, ибо всегда так не будет, придет время и трудное, так вещает Дух Святой. Я вспоминаю то время, что было трудно поверить, когда Дух Святой говорит, приходит время, на улицах, площадях будете свободно проповедовать. И Бог дал нам это время. И как мы знаем, за стеной этого здания идет проповедь круглосуточно, я молюсь каждый день по несколько раз, благодарю Господа, чтобы это время продолжалось, чтобы грешники каялись, чтобы Царство Божие наполнялось, а ад опустошался. Великому Богу нашему мы поклоняемся, и мы должны стоять твердо, должны молиться, братья и сестры, горячо молиться, и служить Господу, и помнить, что очи Его обозревают всю землю. Они видят нашу жизнь, не только, а даже наши мысли, о чем мы мыслим, как мы поступаем, как мы живем. И придет однажды то время, когда Господь спросит каждого и скажет, дайте отчет за прожитую жизнь. А Христос, когда уходил от этой земли, Он дал поручение нашим братьям, первым апостолам, идите и проповедуйте. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, будет осужден. Братья и сестры, я весьма рад, что наша молодежь в нашей церкви вот они подвязаются за этот труд идти и в парках проповедовать. И те списки, которые они принесли на молитвенную группу, пусть их Бог благословит, а мы должны молиться горячо, чтобы это служение расширялось, пока еще есть время. Пока Бог, Он не оставит нас, но Бог и зальет свою силу, как было сказано, что и зальет Бог в последнее время. А мы живем в очень, в очень крайне последнее время. И все направления, Слово Божие, проповедники и проповеди, и Слово от Господа идет о том, чтобы церковь готовила себя, чтобы церковь утверждалась, укреплялась, чтобы Дух Святой действовал, чтобы благодать сходила, чтобы наследие Божие стояло твердо на основании, которое мы получили. А основания, то есть наш Господь, который искупил нас, омыл, простил, оправдал. И мы благодарны Богу за то, что Он еще дает нам эту свободу. И наши братья вернулись с поездки, я думаю, у них есть что рассказать. Мы их поддерживали в молитве, потому что такое наше служение, братья и сестры. Пусть Господь укрепит нас, благословит нас, наши семьи, дома, чтобы мы, идя за Ним, надеялись на Него, что бы ни случилось в жизни нашей, я заметил по себе, кажется, выхода нет уже, все. Смерть смотрит в глаза, все отказались, а тут вместо того, чтобы какая-то, ну, как обычно, и паника, ропот, нет, а идет благодарность, и Бог просто на глазах являет чудо. И, казалось бы, выхода нету, а тут все пошло, как говорится, даже уже потом сами себе не веришь, как это так могло. Но Бог, Бог отвечает, Бог наш, Он слышит молитвы наши, любит нас, помогает нам, и я весьма благодарен Богу, что Бог здоровал мне быть среди вас в этой церкви. Я всегда, я люблю эту церковь и молюсь за нее, потому что это то служение, которому нас призвал Господь, молиться за мир, среди которого мы живем. И не только молиться, но и жить свято, но и не стыдиться проповедовать, говорить, свидетельствовать о великой любви нашего Бога, ибо Он нас много миловал, хранил и хранит доселе, дает нам все необходимое. Слава Ему во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.